Игорь Предлагает вам застраховаться На всякий случай Случай первый Что тебе надо? Здравствуйте Страховая компания Спокойная жизнь Предлагает вам застраховаться На всякий случай Случай первый Вы попали в больницу Я в больницу Случай второй На вас напали На вас напали хулиганы На меня хулиганы Поэтому страховая компания Спокойная жизнь Спокойная жизнь. Только на кладбище. Ну, кстати, это тоже вариант в жизни. Всякие случаи бывают. Ну, ты мне, да? Это у меня как дурин варят. Да что вы делаете? Да что вы делаете? Ну, я же говорил, случаи всякие бывают. Здравствуйте! Ну, вы и домик себе отгрохали. Господи, как вы меня напугали. Да не собирался я вас пугать. Я просто хотел сказать, что ваш дом может сгореть, ваши вещи могут украсть, а вы сами можете умереть. Да типа он вам на язык. Типун! Точно! Типун, вот именно Типун. Очень приятно, Типун. Петр Петрович, я страховой агент, хочу вас застраховать. А что, если я застрахуюсь, я не умру? Вот именно умрете! Но вы на это можете заработать кучу денег! Даже не заикайтесь! Я здесь. Послушайте, я ничего не буду страховать, понятно? Ищите себе другого дурака. Ну, зачем же другого, когда... Что? Да нет, просто фонарь у вас красивый. Я как раз такой фонарь в каком-то фильме видел. Какой-то... Исторический. Ну, может, про аристократов? Да, да, про аристократов и революцию. Там вот как раз на таких фонарях аристократов и вешали. Там, там! Ну, пожалуйста, ну, может, сходим в дом, а? Нет. Документы посмотрим. Нет. Вот, сейчас, вот посмотрите, вот я вам покажу. Так, это не то. Так, а вот кетчуп Балтимор тоже для страховки, да? Это моя личная страховка на всякий случай. Вот представьте себе, я культурный человек, я прихожу к клиенту, он тоже культурный человек. И он, к примеру, он обедает. Естественно, он, как культурный человек, должен пригласить меня, культурного человека, за стол. А у меня нет кетчупа Балтимор! Ну, господи, боже мой! Это я. Господи, уйдете вы отсюда или нет? Я сейчас охранника позову, он вас быстро отсюда отправит посылкой. Да что такое? Ну, вас прям какая-то муха укусила. Ну, давайте присядем. Да не надо присаживаться, это антикварная скамейка. На ней еще няня Пушкину сказки рассказывала про этого, про князя Гведона. Вот, его тоже, кстати, какая-то муха, кажется, тоже муха укусила, да? Нет, его тоже в бочку закатали. Понял, не кстати. Сюда нельзя. Ну, что такое? Что, вам жалко, что ли? Я просто хотел скульптурки посмотреть, оценить на всякий случай. Да что вы ходите, как у себя дома? У себя дома я не хожу, у меня дома всего 16 квадратных метров. Не считай жены, с женой 20. Как это? У меня жена 2 на 2. Значит, так, я никогда не страховался и никогда страховаться не буду, понятно? Потому что я знаю, что все страховые агенты жулики. Жулики, жулики, жулики. А вы знаете, 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 значит, вы много раз страховались. Вы врете, врете, врете. Все, все, вон отсюда, вон отсюда, вон. И чтобы ноги вашей здесь не было никогда, понятно? Никогда. Чтобы вы забыли про этот дом. Забыли про него, жулик вы, жулик. Жулик. Вот он. Добрый день. Ваш дом может сгореть, вещи могут украсть, вы сами можете умереть. И только я, страховой агент, могу спаси вас от этого ужаса. Ах, как хочется вернуться. Ах! Да вот. Ах, как...